С Брекзитом все наперекос. Пока британский премьер готовила очередную речь о выходе из ЕС, глава британского МИДа обнародовал свое видение Брекзита далекое от линии правительства. Елена Абрамович выясняла подробности. Лондон не должен платить за Брекзит, считает глава британского МИДа Борис Джонсон. Свою позицию он выложил в длинной колонке на страницах The Daily Telegraph. Он использовал аргументы, которые звучали из уст сторонников Брекзита во время агитации на референдуме в прошлом году. Мы не собираемся платить за доступ к их рынкам больше, чем они собираются платить за доступ к нашим. И как только мы уладим наши счета, то вернем контроль над примерно 350 миллионами в неделю. Такая позиция спутала все карты премьеру Терези Май. Она собиралась предложить противоположное – оплатить существующие обязательства Лондона перед Брюсселем и ввести переходной период. Британском министерстве статистики поспешили указать на ошибку в речи Джонсона. Вы путаете валовые и чистые взносы. Также предполагается, что платежи Великобритании для ЕС, которые в настоящее время направлены, в частности, для поддержки сельского хозяйства и научных исследований, не будут выплачиваться правительством после выхода. Официальный Брюссель тем временем отказался давать оценку ситуации и предложил подождать до пятницы. В этот день Тереза Мэй планирует выступить в итальянской Флоренции с речью, которая должна была бы дать новый толчок переговорам о Брексите. Еврокомиссия не комментирует и не будет комментировать внутренние дебаты Соединенного Королевства. Мы знаем, что готовится событие во Флоренции. До пятницы мы не будем участвовать в этих комментариях и комментариях комментариев. А уже в понедельник после выступления Мэй должен начаться четвертый раунд переговоров по Брекситу. Его отложили на неделю из-за насыщенного политического календаря премьера Великобритании. Последние переговоры закончились взаимными обвинениями в отсутствии прогресса. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.